Ватрушка, привет! Я вернулся к тебе спустя чуть меньше, чем сутки. Итак, мой таинственный незнакомец позвал меня к себе. Говорит, пошли, что-то расскажу. И выбора у меня как такового нет. Может, он мне даст пушку получше, может, что еще. Я смогу уже на какие-то более опасные точки ходить. Типа, по-моему, вот этой с псевдогигантами. Также мне в комментариях написали, что, мол, на самом-то деле все можно собрать для машины здесь, на этой территории. И я правда вижу, кстати, какой-то кейс, который я ранее не видел. А в нем что? Ооо! Масло как раз, которое нужно. А вот и набор ключей. Правда, тут написано набор инструментов, а там было ключей написано. Но мне кажется, это одно и то же. Давай, если все это возьмем, активируем мастерскую, прочее. Да, можно собрать ремокомплект для авто, оказывается. Ну, немножко я не с... Так, сейчас глянем. Да, не доглядел. Ничего страшного. Думаю, что остальное все можно скинуть. Типа масло, ВДшки. И представляете? Подожди, собака, ты меня заблокировала. Теперь у меня есть машина. Жаль, только в эту машину нельзя садить собаку. Вместе бы катались с ней и гавкали на всех. А ну, запустить двигатель, открыть дверь. Черт, я завалился. Теперь вы знаете, не влететь в аномалию. А ведь это легко можно. Ёб, у меня пальцы скривились, С3. Так, подожди, ладно. Пока остаемся здесь, что мне вообще еще нужно? Да скинуть что-нибудь лишнее, да и все. Вот рюкзак, например, можно убрать гитару, чтобы она не валялась. Контейнер я, пожалуй, с собой все еще буду таскать. Для топлива. Ну и сюда что-то скинуть. Какие-то патроны, калашные те же самые. Потому что, как я понял уже, калаш я не найду ни у кого. Прямо-таки полноценный. Так что все скидываем. Плюс-минус по состоянию оружия нормальное. Время 8.25. Я вообще огурчик? Офигеть. Да. И поехали. Навстречу с моим товарищем. Подожди, я собака. То есть она реально будет бегать за мной просто? Да. Так и надо. Да, она просто бегает за мной причем. Она еще откликается куда-то. Ты подожди, не надо. Тебя там съедят. Аномалию вижу. Ну, кстати, я прям медленно езду. Пытаюсь переключить передачу на shift. Или на x. Не работает. А было бы здорово, если бы разработчик как-то умудрился садить собаку вот сюда. На сидение. Второе. Как она перемещается порой прямо к машине. Я боюсь, как бы она не померла. Ну что, привет. Таинственный незнакомец. Песель, ты что? Ты что делаешь? Успокойся. Ну ты вообще лютый. Даже я не могу машину столкнуть. Лютая я. Это же ватрушка. Почему ты назначил встречу здесь? В убежище безопаснее? Мне не нужны лишние глаза и уши. Окей. Что ты задумал на сей раз? Перед нами, точнее перед тобой, стоит важная задача. Ты должен ликвидировать одного из главарей мародеров по кличке Дед. У него стрелка с одним шнырем на окраине этой деревни. Что в ложбине? Видишь? Ты должен устроить ему засаду. Дождаться, пока он придет и слить его. Это сложное и опасное задание. Такое под силу только спецназовцу. Преживай. Я тебя подстрахую. Буду наблюдать за ними в бинокль и корректировать твои действия. Это издевательство. У главаря, наверное, многочисленная охрана. Ты посылаешь меня на верную смерть. Выбора у тебя нет. Пойми это. А так будет хоть какой-то шанс. Ну ты сволочь. Будешь действовать так. Спрячешься в сторожке. Дождешься их прихода. Сначала явится этот самый шнырь. Он нам не нужен. Вторым придет главарь. С двумя или тремя охранниками. Увидишь его, стреляй на поражение. После чего можешь уходить. Если все пройдет удачно, я буду ждать тебя в условленном месте. Хорошо. Звучит как супер ненадежный план. Меня же реально законопатит одного. Это мне нужно так объехать. Ну пойдем попробуем. Плохо, что машина на карте не отмечается. Ну вот, пожалуйста, первое ДТП. Серьезное. Примерно приехал. Да где-нибудь тут машину. Поставим. Все, не откатывайся только. А ты не толкай. Хотя подожди, куда пошли? Пусть она стоит тут. Личному составу отдыхать. Потому что мне кажется, что она не вывезет. А вот осторожка. Но секундочку, надо отойти за чаем. Чай налит. Ты тут вообще прям пусто. Что сдохла, скотина? Кто? Работа на незнакомца. Убить главаря деда. Ну попробуем. Все усугубляется тем, что у меня нет сохранения. То есть, возможно, мне после встречи надо было заехать, сохраниться. И потом только сюда идти. О, вижу уже кого-то. Но его мне вроде трогать не надо. Или надо? Я все прослушал, ребят. Да не, вот они стоят. Я беру просто гранату F1. Делаю вот так. Ух. Валик главного, а то убежит. То есть, я еще и не их должен был замочить. Не, ну к сожалению, тут я уже профукал. Кусайте его, кусайте. Ну да, походу это все. Он то ли с моей скоростью бежит, то ли даже быстрее меня. Походу, одинаково мы бежим. Если смотреть по карте. Все понял. Он привел меня к своей братве. Ой-ой-ой, вот это было жестко. Но парочку я все-таки ранил. То есть, его можно догнать. Более того, скорее всего, все таки задумано. Вот это вот погоня. А, у нас есть все же сейф. Ну, спасибо хоть за это. Да, тогда, конечно, попроще немножко переигрывать. Встал с утра, не поел даже еще. Проснулся с сильным желанием сесть и записать для вас видос. Радует, знаете ли, видеть какую-то отдачу, какие-то комментарии, советы. Лайки. Доставляет радость быть как-то полезным людям. Поэтому большое спасибо всем, кто меня смотрит, проявляет активность и так далее. Я вас всех ценю. А у меня тем временем попытка номер два. И я вот не пойму. Мне надо дождаться, пока главарь подойдет. Или он будет так и сидеть. Вот этот момент надо бы уточнить. Скорее всего, добежать. А там кинуть гранату. То же самое F1. Мне кажется, тут даже не обязательно. Ай, собаку приманил. Иди сюда. А, подожди, она же сейчас вспалит всю малину. Если бы она быстрее меня бегала. Личному составу отдыхать. И могла поймать того главаря. Было бы вообще шикарно. Но нет. Что, сдохла, скотина? Да кто сдох, то я не пойму. Сейчас они пойдут отсюда. Хорошо, что он меня еще не заметил. В общем, главарь где-то тут. И он вообще не двигается. Понимаете, в чем дело? Вот эти на шухере стоят. И ждут главаря. Правильно? А, ну он идет. Все, да. Это была моя грубая ошибка. Гониво. Гониво. Я с того раза крови еще не отмыл. А тут опять. Не, скорее всего, это гониво. Значит, все таки задумано. Кто плачет слева? Страшно. У меня даже складывается ощущение, что он как-то отдаляется. Я к нему бежал очень близко, а сейчас далековато прям. Ну что, снова подходим к нужному месту. На этот раз постараюсь, наверное, прям близко не подходить. Или подходить? Да подойдем давай. Никого не замочил. Скопытился газ, запарили уроны. Ого, они все прям на мини-карте померли. Сука! Критический урон по главарю. А, это потому что по стелсу, как бы, работал на незнакомце, поговорить с незнакомцем. Ну, гад, ты мне должен будешь хорошую награду дать. Вот это там плотей, а мне еще нужно туда. За знаком вопроса. Ну и пока я, в общем-то, в этой области нахожусь, можно было что-то поделать. Хотя, опять-таки, есть шанс помереть. А надо ли тебе это? Ладно, смотрим, что у них там в карманах. Гранаты я, конечно, потратил даже с излишком. Координаты личного схрона. А он как-то отмечен по-уникальному? Хм. Это, походу, нет. А, вот лично схрон деда. Жаль, он не красный, как в каком-то моде легендарном. Забыл, как называется. Кто-то мне говорит, перепройди этот мод с CJM, по-моему. Ну, ребята, кто будет смотреть? Я вот начал проходить Выжившие побеги с зоны. Этот мод я не прошел когда-то. Я записал пару серий и забросил. И прошло там 4 года или даже чуть больше 4 лет с тех пор. И все равно нашлись люди. Не много, не много людей, ни в коем случае. Которые мне писали. Вот, что, снимать нечего. Это уже вышло давно. И вот такие вот моменты. Что будет, если я там перепройду CJM с Ганслингер Аддоном тем же самым? Я вообще не представляю. Да, ребят, время такое, что моды выходит не так много. И какие-то вкусные моды уже пройдены. Поэтому приходится копошиться в старом. В том, что ты когда-то не прошел. В том, что представляет из себя что-то интересное. А такие моды, между прочим, есть. Или в том, что ты прошел, но это было очень давно. И сейчас ты можешь это перепройти в хорошем качестве. Плюс там с более хорошей озвучкой. Но не всем это нравится, понимаю. Обыскать труп некого Шурика. Дневник разведчика. Так, и у нас помимо этого еще и своя появилась какая-то записка. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Нет-нет-нет-нет-нет. Живи-живи. Дайду. Я тебе точно говорю, она была скриптовая. Сто процентов. Ох, если бы я сейчас помер. Во-первых, личная записка появилась. Странный тип продолжает удивлять и пугать. Что он задумал? Использует меня как личного убийцу. Эти мародеры, чем они ему мешают? Таких утырков в зоне полно. Неужели не знакомец задумал бороться здесь за справедливость? Бред. Хотя, учитывая то задание с отмычкой, не хочу делать преждевременные выводы. Но если я имею дело с сдвинутым по фазе, то лучше начать думать головой. И брать ситуацию в собственные руки. Но как? И записка искателя, по-моему. Вторая. Дерьмовое, блин, место. Радиация зашкаливает. Вокруг электры. А вот трамплина нет. Хотя, по всем признакам, он обязан быть именно здесь. Неужели этот желтопузый таки опередил меня? Вот же сучонок. Жить ему осталось недолго. Это факт. Главное выбраться из этого очага целым и невредимым. Желтопузый? Кто это? А, это который якобы новичок в искании артефактов. Скорее всего, он подразумевается конкурент. А, вот у нас есть еще третья записка, оказывается. Две недели наблюдая за этим мужиком. Видно, что опытный искатель. Надо ни в коем случае не показываться ему на глаза. Он и опытнее, и сильнее меня. К тому же здесь зона, а у него есть оружие. Но моим оружием станет хитрость и терпение. Судя по всему, мой конкурент вчера не добился успеха. И завтра снова полезет под ту опору длэп, чтобы найти трамплин. Но почему-то он не заметил того, что все вышки, кроме этой, подключены к трансформатору у деревни. А к этой провода оборваны. В этом трансформаторе образовалась мощная аномалия. И я полагаю, что именно ее энергия способна породить трамплин. Но для этого ее надо перенаправить, включив рубильник. Что ж, я подожду. Ох, сложно. Все вышки, кроме этой, подключены к трансформатору у деревни. В общем, надо дернуть рубильник, после чего может появиться трамплин. А из этого трамплина я должен найти какой-то артефакт, который нужен был моему товарищу. Все понятно? Или что-то непонятно? Дорога за периметр, кстати, а если я ее знаю? Может мне уйти? Что будет, если я позову собаку? Нет, ничего не происходит, что как бы неудивительно, она же далеко. Я, пожалуй, бы вернулся, потому что у меня небольшой мандраж присутствует. Мало ли что, помру, столько всего переигрывать. Моя душа не выдержит. И у меня, кстати, наконец-то есть броня. У нее очень маленькая пулестойкость, но у меня ничего вообще не было. Если ее еще и прокачать, а у меня, вероятно, есть какие-то улучшения, то все будет вообще на высоте. Один. Кто один? Вон там вижу еще кучу народу. Мужик, сейф, скелет. Выглядит как место, куда можно сходить потенциально. Но только если я получу сейф от незнакомца. А вот и он. Сидеть в себе ничего не боится. Что на этот раз? В какую задницу ты меня пошлешь? Успокойся, военный. Твое дело выполнять поручение. Если не нравится, то прошу на выход. Голодные мутанты уже слюнки пускают. Ну-ну. Итак, после того, как ты ликвидировал деда, мародеры сидеть сложа руки не станут. Он был одним из самых уважаемых их главарей, и многие захотят отомстить тебе лично. Но без лидера они уже не так организованы. Дед был лидером одной из пяти шаек, которые в совокупности составляют весь мародерский контингент в данной местности. Другие главари куда более опасны и жестоки. В общем, у меня созрела одна идея. Назовем это ловлей на живца. Только не это. Не ссы, вояка. Мародеров хоть и много, но если ухитриться завалить всех без исключения лидеров, то это сыграет свою роль. Как минимум, они начнут грязню за общак и власть. Это отвлечет их от промысла здесь надолго. Как максимум, деморализует гадов. Заставит многих свалить из зоны вообще. Тогда моя цель и будет достигнута. То есть ты хочешь избавиться от этих мародеров, но зачем тебе это? Кто ты такой? Мое имя для тебя не играет никакой роли. Видишь ли, год назад эти уроды заманили в зоду и угробили моего родного брата Сашку. Земля ему пухом. После этого я поклялся отомстить. Кто именно из мародерских главарей несет за это ответственность, я не знаю. Но по своим каналам получил инфу, что идею использовать отмычек выдвинул кто-то из них. Теперь ты меня понимаешь? Вот оно что. Сочувствую тебе. Но все же это не повод использовать меня. Почему ты сам не возьмешь автомат и не... Ты не знаешь всего, военный. Когда моя миссия здесь будет выполнена, я расскажу тебе все до конца. А пока что, будь добр меня слушать. Осталось сделать не так много. Хорошо. Итак, ты выступишь приманкой для другого лидера по кличке Хирург. Он был приятелем деда. Очень его уважал и точно захочет отомстить. Однако никто из мародеров не знает, где находится твое убежище. Поэтому ты отправишься в известное им место и привлечешь к себе внимание. Затем тебе нужно будет дождаться появления Хирурга и ликвидировать его. Привлеку к себе внимание и получу пулю в ответку. Нет. Хирург получил свою кличку за то, что мастерски владеет навыками ножевого боя и любит применять их на деле. Так что он пойдет к тебе первым. Охранники, конечно, будут его страховать, но и ты не мешай. Завалишь гада и сразу руки в ноги. Ты понимаешь, на что меня посылаешь? А сам, небось, будешь наблюдать за всем спектаклем издалека. С удовольствием помог бы тебе, но повторяю. Я не могу вмешиваться. Удачи тебе. Интересно, почему он не может вмешиваться? В чем причина? Ну и так как я получил сохранение, предлагаю пойти к ближайшей точке интереса. Тут мародер, правда? Будут ли они стрелять? Да вы что издеваетесь? Все-таки вы, гады, были врагами, а? А я-то думал, поговорить можно. Нет, тогда можно подойти в спину и завалить обоих. На каждого по выстрелу. Что это там за плита стоит? У меня, конечно, есть одна граната, но что это такое? Надо дождаться, пока вот этот вот отойдет снова вперед. Этот как стоял, так и будет стоять. Во-во-во, это мой шанс. Влепил скотиня! Фух, получилось. Выворачиваю карманы. Снова же какие-то улучшения, много патронов. Причем напоминаю, что я играю на самой высокой сложности. Игра ветеран. Тут есть только мастер, но мастер почему-то не было в начале такого выбора. То есть может это не подразумевалось? Поэтому я тут, пожалуй, рисковать оставить не буду. Но из того, что предлагали в начало, я выбрал самое сложное. Вояки перли куда-то на БТРе и грыбанулись. После них остался ящик запертый. Что же в нем такое? Мля буду, там что-то прикольное. Надо только его открыть. Позову медвежатника с инструментами. Он знает свое дело. Медвежатника? Найти медвежатника в лагере. Ух, ладно. Все не так просто. С этим решили. Далее тут есть найти артефакт. Активировать электроаномалию. Черная дыра. В деревню, в общем-то, суваться не лучшая идея. Может все-таки спойнем сохранимся? К тому же у меня есть какие-то переживания туда-сюда. Но это надо будет прям всю деревню отбегать. Давай хотя бы взглянем, что тут конкретно надо сделать. Ну вижу. Действительно рубильник. Так, а тут что-нибудь есть? Нет. Дергаем. Забрать уникальный артефакт. Аномалии поменяли положение свое? Да. И как мне быть? Обратно можно выключить? Нет, я в ловушке. Что делать? Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Как я выпрыгнул просто чудом. Артефакт где уникальный забрать? А, забрать уникальный артефакт. Шевелится. Также тут квест отыскать черную дыру. Из дневника сталкера про щелыги я узнал, что где-то в деревне Грачи расположена аномалия черной дыра. Нужно найти ее и исследовать. А вот может сейчас мы пойдем домой? Черная дыра. Это прямо вниз куда-то ведет. Сюда бы пройти, конечно. Доштурмануть вот этих вот полтергейстов. Там убежище ученого. Давай попробуем. Но опять-таки сначала пойдем сохранимся. Ибо столько всего я уже сделал. А, вот там кто. А вот это уже серьезно. Хорошо, что он не заметил меня полноценно. Я увидел, что у меня чуть-чуть индикатор заметности засветился. Но даже подумать не мог, что тут контролер. Светится что ли что-то на чердаке? Ну деревню надо будет обязательно как следует осмотреть. Мне кажется, там очень много интересного. Не понял. Как так получилось, что машина тут? Я же на нее уезжал. Логично. Логично. Молодца. Че он... Круто. Да хватит меня перебивать. Ты вообще никакого уважения ко мне не имеешь. Скажи мне, почему машина тут стоит нормальная? А собака там и осталась. Где была? Поговорить можно? Можешь вспомнить дорогу? Как тебя вели? Вряд ли. Мы шли ночью, а карту у меня отобрали еще у периметра. Скверно. Не переживайте. Я думаю, что нас не бросят в беде. Вот прям чувство у меня такое. Ну если у тебя такое чувство, значит точно не бросят. Ага. Ой, да ладно, чего вы? Давайте я вам один секрет расскажу. Когда я был в плену у мародеров, они привели меня к той аномалии, чтобы заставить добывать из нее артефакты. Я в курсе. Главное, что они возились с каким-то научным прибором, который называли датчиком. Вроде бы он должен был сигнализировать о том, имеются ли в аномальной зоне артефакты. То есть, стоит ли туда лезть вообще? По их разговорам я понял, что обращаться с ним они не умеют. Потому решили показать прибор какому-то своему бугру, который должен был находиться где-то в этом месте. Не желаете проверить? Такой прибор и нам бы пригодился. Конечно. Давай координаты. Вот здесь. Как дела? Нога болит, живот натер, все ясно. Бугор вон он где. Буграм че? Им че? Им хорошо. Сидят себе с мобилами, командует. А мы тут бегаем. Сгрузить. Нет, подожди, куда сгрузить? Сначала разобрать все надо. Теперь убираем то, что не является прокачкой для нашего оружия. По-моему, ничего не является, да. А для брони? Сева. Во, костюм мародера. Хотя, стоит ли тратить, если можно найти Севу и улучшить потом ее? Логично. Ну давай, ладно, пока тогда ничего улучшать не будем. Тем временем, кстати, у меня аптечки подходят к концу. Ведь я бы, пожалуй, собрал себе что-нибудь. Например, аптечка обычная, это антисептик плюс бинт. Бинты у нас есть? Ох, всего два. Антисептик. Тогда, может, давай и жгут сразу возьмем, чтобы сделать нормальную аптечку. Улучшенную. Раз такая история. А, это просто та же самая армейская аптечка. Не, подожди, вот. Армейская дает 200 здоровья, 20 заживления ран. Тут здоровье плюс 100, заживление ран 6. И минус 10 радиации, что уже как бы неплохо. Ну и что, у меня один бинт мало? Ну, конечно, с другой стороны, у меня есть армейская аптечка. А, и научные, кстати. Не, все не так плохо. Время 12.46. Не так уж поздно. Давай выпьем, чтобы напряжение сбросить. Да пошло, но все к черту, согласен. Вы заметили, что когда я пью водку и выхожу из дома, всегда светит солнце. И все хорошо. Это точно, да. Итак, что у нас тут? Забрать уникальный артефакт? Не, давай все-таки деревню сначала попробуем. Там два полтергейста летают. Если они сваншотятся с выстрела, то будет прекрасно. Потому что тут у нас есть несколько квестов. Плюс саму деревню пообыскивать, я уверен, что-то можно найти. А то ходим, блин, с этим ученым все никак не можем справиться. Найти убежище ученого. Вот они, пожалуйста, гады. С пистолета их очень сложно замочить. Ой-ой-ой, подожди. Вдруг они сейчас уже колдовать начнут? И так же давай попробуем жекан зарядить. Ты че смелый такой? Смотри, он еще за мной летит. Так, ну разочек я ему вдарил, но это мало. Все. Один готов. Ну два попадания с обреза. Полтергейстов было минимум двое. Вот, уже кто-то видит. Кто? Где? Ну с такого расстояния я стрелять не рискну. Могу не достать и так далее. Ну вот, пожалуйста. Что тут говорить? Третья серия. Я все еще бегаю с каким-то обрезом. Готово. Гадина. Теперь такая дилемма. Идти сохраняться? Нет, я рискну. Как бы, конечно, это не стало фатальной ошибкой. Рискну? Тут у нас два задания. Найти секретное место? Ключ от погреба я не нашел. Вместо этого мне попалась часть дневника бывшего хозяина дома, которая была наводка на некое секретное место в деревне Грачи. Ну и найти убежище. Я так понимаю, что это одного поля ягоды, и этот подвал является по двум квестам. Может быть. Так, тут же ящик. Чтобы сдвинуть необходим домкрат. Да ты издеваешься, я же его потратил только что на машину. Нужна инструкция, преобразователь М272. Похоже, здесь он исследовал те самые грибы. А герметичный контейнер что? Не понял, так я достал что-то? Да вроде бы нет. Да. Ну хоть дверь смог открыть. Тут он на кровать был, а ничего себе. Может тут сейф-зона? Непрасно. Нет. Сейф заперт на кодовый замок, который я, конечно же, тоже не знаю. В тайнике. Еда плюс записка. Дневник ученого. Я на месте, и все необходимое оборудование со мной. Глухомань жуткая, но чем не пожертвуешь ради науки? Зато происки соперников не помешают мне завершить мои исследования. Теперь они переходят в фазу полезных испытаний. С точки зрения любого уважающего себя биохимика, состав Х-222 не может проявить весь спектр свойств в лабораторных условиях. Завтра приступлю к проведению цепи реакций. Однако придется обезопасить себя. Что-нибудь придумаю. Если получится испытать изобретенный мной реагент в условиях повышенной радиоактивности, непосредственно на живом существе, то это будет большой удачей. Место для проведения опыта я уже присмотрел. Где? А вот где-то. Квестов миллион, поэтому теряешься в них. Чего ты подобрал компьютер? Зачем? Состояние удовлетворительное. А может, на монитор еще возьмешь? А что? Очень даже неплохо. Не, ну раз взял, значит пригодится. Тут что? Тут нужен домкрат, который я посеял. Как же печально. Ну, я думаю, найдем еще. Ты смотри, подлюка, а. В итоге я сюда пришел и ничего не нашел. Осмотреть место исследования. Нет, так и появилась отметка, кстати. Она тут недалеко, но сейчас уже бы сходить сохраниться. А ну, может вот это вот убежище? Как вам? Чем, так скажем, не убежище, да? Осмотреть тайник. Вот, пожалуйста, пару улучшений. Еще бы на крышу забраться. Есть ли возможность забраться наверх? Есть. Тут тоже можно что-то. Господи, это люстра висит так. В ящике ничего. А вот это обидно. Но и остается отсюда все-таки убегать, мне кажется. Домкрата нет. Ничего нет. Следует пройти к месту исследований, и все будет хорошо. Собачка, блин, моя. Ну, давай уж бегаем, сохранимся, и на обратном пути ее заберем. Логично. Есть сохранение. Ну, давай, значит, возьмем ватрушку себе обратно. Ну, и место исследований так осмотрим одним глазком. Вот моя собака. Признавайся, это ты машину отвезла? Йо, что это она? Ребята, она задубела, пока ждала меня. Подожди. Все, да? О, размерла. А то я думал, уже все. Так, что там? О, какой-то сталкер возится. Ой, нельзя к нему подходить. Мне так кажется, что это будет смерть. Поэтому давай пока что его обойдем десятой дорогой. Потому что хотелось бы завершить серию на чем-то позитивном. Как его зовут? Мужик. Вольный сталкер. Действительно мужик. А что, не видно, что ли? Чертов домкрат. Кстати, вот тут у нас рембаза. По-любому он там есть. Тут что у нас? Кладбище. На кладбище мародеров уничтожить. Ууу. Это серьезно. Ты дурак, что ли? Сиди себе там, я тебе не иду даже. Вот больные. Допустим, я прошел. Записка. Ученого. Плюс прибор. Осмотреть место исследования. Еще одно. Вместо запланированной реакции, подопытные Фомес Фоментариус стали вдруг интенсивно выделять неизвестное едкое вещество зеленоватого цвета. Очень странно. Я переключил прибор на другой диапазон и снова нанес на образец порцию Х-222. Как вдруг раздалось шипение. Гриб вздулся и лопнул, осыпав меня едко зеленоватой начинкой. Хорошо, что я был в защитном комбинезоне. Видимо, здешний сорт трутовиков не подходит для моих опытов. Не беда. Есть у меня на примете еще одно местечко. Там и продолжу. Еще одно наблюдение. Облучать грибы лучше в ночное время, так как процессы метаболизма в это время замедлены. Понял, спасибо. Собака, что делаешь? Ё-моё. Смотри, что они вытворяют, гады. Стреляют моего доброго песика. Давай уже переобещайся, где еще одно место исследовать. Еще дальше. Нам все-таки предлагают дойти до места, до базы. Сохраниться там. И потом можно до уникального арта сходить. Ну вообще мне нужно ходить по мародерским точкам. Банально, чтобы находить какие-то части, оружие, мародерские схроны обыскивать. Может все-таки сходим на рембазу? Ну не, надо сначала сохраниться. Вот если бы была не только в краю локации сейф-зона, было бы здорово, конечно. Что он там с этими грибами собирался делать, я не понимаю. Кстати, вон какая-то странная зона. Не похожая ни на что. Песик, ты хочешь кушать? На, малыш. Зацепила, да? Ну ничего, и хуже бывает. Сейчас помогу. Это все-таки мой питомец, я должен за ним ухаживать. Только он порой чуть с ума сходит, куда-то в сторону убегает. Все правильно. Время 15 часов. Возможно, стоило бы поспать, конечно. Как считаете? Дай попробуем. До часов восьми. Погода чего-то испорченная. На машине, что ли, поедем? А куда? Да вот за артефактом хотя бы съездим посмотреть. Банально. Что там? Может там реально полезный артефакт? На минус радиацию то же самое. Че-то мне все-таки кажется медленноватый я еду. Не быстрее было бы просто бежать. О, у меня еще и выносливость кончилась. Есть такой баг, конечно. Когда на ходу вылетаешь в машину, и игра считает, что ты дальше бежишь. Тратит твою выносливость. Ну, допустим, дошел. Серьезно? Выполнено забрать уникальный артефакт. Уникальный? Ну, в принципе, да. Уникальный артефакт, обладающий свойствами переносить своего владельца в безопасное место. Перезаряжается после каждого выброса. Чтобы телепортироваться в убежище, использовать артефакт в инвентаре. Ну, это полезно. Однозначно. Сейчас я это использовать не буду, потому что... А потому что пригодится. Когда где-нибудь будешь в том краю карты... Че делаешь? Еще и стреляй, блин. Так, ну что, пойдем или заканчиваем серию? Найди медвежатника в лагере. Можно, конечно, на медвежатника съездить. В общем, как видите, я попутно просто ближайшие задания выполняю. Двое. Они причем красные, кстати. Давай-ка мы с тобой как-то аккуратно. Подойдем к ним? Даже трое уже. Так, ПС, сиди. Личному составу отдыхать. Будут ли они в меня стрелять? Ну, конечно. Граната, пацаны! Ладно, всех сразу. Граната это вещь, но у меня их больше нет. Павлуха-маньяк. Очень много всяких улучшений. Жгут туда-сюда газ. Домкрат, да, эти мужики. Ого, тоже очень много всего по улучшениям. Но медвежатник где? Рюкзак с антирадами. Куда они собирались лезть? Вокруг пальца найти медвежатника в овраге. Так они его замочили, что ли? О, туда лезть. А вот к этому меня жизнь не готовила. Тоже кое-что по стережению. Новый обрез. Нехило. А, я еще и компьютер не убрал. То есть я на неплохом таком почти перегрузе. Ну, я, конечно, попробую залезть в аномалию. Почему бы нет? А там и место исследования рядом. И ты не щек. И помру там где-нибудь. И на этом можно спокойно заканчивать серию. Ха, один. А, так он живой, что ли? А черт его знает. Нам главное не попасть в аномалию. А тут уже он жестко долбит. Ого. Да подожди, не паникуй, стой. Да не кусай ты этого медвежатника. Ты что, сгорит собака? Я не хочу тебя терять, я тебя люблю. Ну вот он. Блин, помираю. Что случилось? Меня кореш подставил. Короче, мы в аномалию залезли. Чтобы части спутника пощупать. Он собака все таблетки от радиации себе загреб. А мне какие-то левые дал. Я так нахватался, что вырубился прямо здесь. А он свалил. Как его звали и куда он ушел? Медвежатника обкликали этого урода. Он сейфа вскрывал хорошо. Теперь он пошел ящик военных у разбитого БТР доламывать. Все, не могу. Надо его опередить. Подожди, я человек спасти. Что-то там внутри можно пощупать, говорят. Ну куда же я пощупаю в своем снаряжении? Опа, отъехал. Подожди, нет. Как можно уйти, не обыскав? Что-то еще не забрав, да? Фу, вроде вышел. А где собака? Подожди. А как она переместилась? Фу, я надеюсь, она жива, самое главное. Может она либо померла и переместилась, либо забагалась как-то, не знаю. Да. А в багажник нельзя ничего складывать? К сожалению, нет. Вот в Лост Альфе было очень круто это реализовано. Почему-то решили все к чертям вырезать. Хотя это была фишка, я считаю, в Лост Альфе. Крутой проработанный транспорт. Нет, блин, в последней версии отчекрыжили. Предлагаю тогда еще доехать до места исследования, обыскать тайник, и уже можно будет идти обратно полноценно. Главное, чтобы тут ни контролера никакого, ни прочей нечисти не было. Плюс есть вероятность, что сюда нужно ночью идти. Ну допустим, кейс в химической зоне. Гад, блин, он создавал химических аномалий. Давай сначала до тайника, это более безопасно. О-о-о, тут еще и велес. Велес и обвесы. Вот это очень хороший тайник. Вот поэтому есть смысл по ним ходить. Их, конечно, не то чтобы много, но они есть. Вот тут лагерь этот бандитский вынести. То есть я уже могу поставить себе этот велес. Не стоило так. Да, это я случайно сделал. И вот пройти сюда и обыскать этот ящик, это уже на уровне нереального похода. Тут все в этих химических аномалиях. Так, стоп. Записки. Разочек все-таки обжегся. Записка, очевидно, тоже ученого. Здесь реакция грибов на реагент была немного лучше. По крайней мере, кислотой в меня никто не плевал. Однако, когда я перевел прибор на другой диапазон интенсивности, то клеточные структуры почему-то стали быстро разрушаться. Что-то я делаю не так. Но что? Идея. Надо попробовать перенастроить излучающий прибор. Но где взять детали? У меня в убежище был сканер. Можно разобрать его. Штука вроде дорогая, но чего не сделаешь на благо науки. Верно? Вернусь в дом. Переделаю прибор и начну завтра с чистого листа. Главное не забыть кота от сейфа со сканером. Вот как. Единственное напрягает, что тяжело закрыть всю эту тему. Вот назад листать, листать и потом только закрыть. Кот от сейфа. В общем-то все понятно. Аккуратно возвращаемся в машину. Едем домой. И ходка просто идеальная. Столько всего сделал за раз. Но единственное, что в аномалии не пощупал спутник. Но туда я уже боюсь лезть со своим говеным снаряжением. Это уже надо находить что-то получше. Улучшать это дело. И так далее. Но как мы видим, броня получается по ходу прохождения. За уничтожение каких-то крутых мародеров. Ну в принципе об этом и говорилось, что серьезная броня у мародеров. Поехал я на базу. А пока еду, попрошу вас поддерживать видео лайком. Уж если вы досмотрели до этого момента, значит вам все нравится. А лайки это не просто пустой звук. Это то, насколько хорошо канал будет рекомендоваться. То есть больше просмотров, больше зрителей, больше мотивации. Ну и чего греха таить дохода. Правда сейчас вы сами знаете. Ютуб не платит. Правда не платит за просмотры из России. Но у меня, извините, у меня 90% аудитории было из России. То есть да, что-то я там откуда-то получаю. В 10 раз меньше того, что было. Но неизвестно даже выплатит ли это Ютуб. Поэтому буду благодарен хоть за лайки. Ну и конечно я оставил там ссылку на донат. Опа собака какая-то. Для тех, кто меня захочет поддержать в это трудное время. С голоду я не умираю. Но если кому-то вдруг захочется, конечно буду благодарен. Ура! Доехал я до базы. Пойду поем. А потом монтировать видос для вас. Всем большое спасибо за лайки, комментарии, просмотры. Тормозим. Все это надо еще разложить по полочкам. Пойдем, конечно же, начнем с ученого. Мы тут и ближе всего. И кот есть, и все в этом духе. Посмотрим, чем же он там таким занимался. Счастливо, не болейте и пока. Согласен. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!